Новое видео выходит каждый день в 20.00 Я до последнего не хотел делать данный ролик, до последнего хотел держаться подальше от политики, дабы не влезть в какую-то хуйню, но раз, блять, какие-то бездарные хуесосы, вообще не понимающие ничего в этом деле, лезут туда, то почему бы, блять, и мне в это не залезть тоже? Будем вариться в этом ебаном котле вместе, я, сука, у меня так горит, я просто, блять, не понимаю, у меня так горит от ебаных хуесосов, которые просто поднимают волнение, да не то чтобы волнение, блять, те шкалеры, которых они побуждают на какие-либо действия, они все равно нихуя не сделают Но, сука, вот данный ролик у меня просто, у меня просто его вытащили, блять, просто вынудили, блять, просто из кармана взяли, блять, вытащили этот видеоролик и залили, сука, на YouTube, потому что, блять, то, что я вам буду рассказывать сейчас, ну, это, это дурачку, понятно, который хоть немного озаботился данной проблемой, хотя это нисколько не проблемой, почитал данный законопроект, просто то, о чем он говорит, то, что он подразумевает и то, что он хочет сделать, сука Просто мне хватило ознакомиться с первыми несколькими строчками данного законопроекта, чтобы понять, что ничего в нём страшного нету, и то, что, блять, интернет у нас не закрывают, никакой самп у нас, блять, не отнимают, а никаким разработчикам серверов не нужно будет ставиться на новые хост-машины и так далее. А дело в том, что большинство людей абсолютно неправильно трактуют этот законопроект, блять, и из-за чего создаётся такое впечатление, что Россия создаёт какой-то свой, блять, новый интернет. Если кто-то не понимает, ладно, давайте я введу вас в курс дела. Не так давно депутаты Государственной Думы Российской Федерации или кто-то наподобие того, я не знаю, кто ещё предлагает эти законопроекты, они выдвинули такой законопроект об автономности российского интернета. И, вы знаете, то есть поначалу может показаться, что это немного что-то страшное и так далее, но если посмотреть видеоролики от разнообразных видеоблогеров с Ютуба, то можно сказать, что, ну, всё очень хуёво, мы в полной жопе, кидай всё железный занавес, блять, сервисов никаких не будет существовать, будем сидеть на Рунетках, на Рутюбе, на Смотри.рун, там, я не знаю, ещё на каких-то сервисах, потому что, если послушать то, что говорят, блять, вот эти вот бездарные уёбки, то, блять, это хуже ебаного РНТВ, то есть это, это в самом деле, блять, это те же самые люди. И, блять, ладно, мне похуй на этих даунов, они, это не моя вообще работа, не моя юрисдикция с этим, если захочет, разберётся Макс Пауэр и всё такое, это его работа. Но, сука, ебаный сампер, вернее, ебаный сампер, которому я, в принципе, относился нормально до, вот, недавнего времени, я абсолютно никак не хотел с ним конфликтовать, и данный ролик тоже не для конфликта, а для того, чтобы успокоить ебаных детей. Потому что дети, блять, реально разбушевались, малолетние, блять, дебилы. Что вы нахуй такое делаете? Я, просто не разобравшись с ситуацией, начинают поднимать какую-то панику, писать миллиарды постов на страничке ВКонтакте, говорить мне, мол, как ты к этому относишься, что теперь делать, нам всем пизда, так это или не так, что, как. И я решил данным видеороликом просто ответить на все эти вопросы разом. А не так давно у Brothers and Company, это сампер, кто не знает, с 150 тысячами подписчиков на его YouTube-канале, он выпустил ролик о том, что, мол, якобы сам в России блокируют, где он рассказал вам о законе, предполагающем автономность российского интернета. Но, сука, я так понял, что он даже этот законопроект не читал, потому что человеку, который хоть немного прочитал этот законопроект, не обязательно до конца, просто ты немного его прочитал, и ты уже понимаешь, что то, что говорят на YouTube и то, что написано в законопроекте, это разные вещи. И, в принципе, то, что говорят на YouTube не может существовать, даже если депутаты нас наебут, если правительство нас наебет и все-таки решит сделать вот этот самый железный занавес и все, блять, и сделает автономный, блять, интернет. Но, сука, блять, и просто вот если вдуматься, блять, вдуматься в данный законопроект, просто прочитать его не один раз, а желательно несколько, стоя на стуле, с выражением все это рассказывать и доказывать, то мы поймем, что данный законопроект, он не создает какой-то рубильник, который по вот этому вот самому спуску его, он просто создает отдельный интернет, в котором присутствуют только российские сервисы по типу Яндекса, там, ВКонтакте, Майл.ру и так далее. Он, блять, вносит поправки в DNS сервера тех сервисов, которые уже у нас есть, российских сервисов, то есть, если мало ли кто-то не понимает, в случае каких-то угроз Запада, санкций, там, вот это вот, знаете, модное слово, в случае этих самых санкций, чтобы мы попросту не остались без интернета, хотя бы чтобы мы не остались без своих сервисов. Они вносят эти самые поправки в DNS сервера наших же сервисов. Если вот так вот вдуматься, то можно понять, что, блять, как они смогут заблокировать весь интернет, если они вносят поправки, блять, только в наши российские сервисы. Что, блять, про какой вообще сам в своем ролике говорил Brothers and Company, блять, что, что нахуй? Я просто не... То есть, если вот так логически подумать, то максимум, что они сделают, это в нужный момент заблокируют, блять, наши сервисы, потому что именно в них, именно в DNS сервера этих самых сер... этих самых российских сервисов, они ведут свои поправки. И не более того. То есть, я вообще не знаю. И даже, блять, вот я просто, я вам расскажу, почему я до конца не верю в этот законопроект. Даже если вот, там, я не знаю, его примут, его подпишет президент, потому что его уже приняли во всех чтениях, а президент его, по идее, должен подписать или не подписать. Давайте я вам расскажу такую маленькую историю. Вы помните, не так давно, по-моему, летом какого-то там 2016-го, 2017-го или еще какого-то года, я уж точно не помню, на ютубе вот прям был каждый, наверное, второй ролик о том, что вот пакет Яровой. Пакет, блять, Яровой, который призван для того, чтобы следить за гражданами Российской Федерации. И в самом деле, если почитать законопроект даже пакет Яровой, то становится понятно, что там, да, там это тотальная слежка за всеми нашими действиями, отслеживание телефонных разговоров и так далее. Хоть это и противоречит статьям Конституции, но так или иначе, данный законопроект приняли, и он уже, ну даже не законопроект, это же какие-то поправки в законодательстве, или вроде того, я в это особо не вникал. Как бы, да, я Ярослав Брулев даже, в политический вопрос я не вникаю. Так вот, это уже не важно, что там было, а дело в том, что данные, данные поправки, или, я не знаю, законопроект, или закон, его приняли. И то есть на данный момент он существует, он работает, но почему-то вы на себе не ощущаете какой-то тотальной слежки, тотального контроля, вы нихуя не ощущаете на себе. Единственное, что, наверное, поменялось, это когда вы заходите на какой-то незнакомый вам сайт, на котором есть русский язык, там вас просят согласиться с политикой того, что данный сайт, данный сервис будут хранить ваши файлы куки. Всё. Это вся работа пакета яровой, блядь, и всё, и не более того. То есть, а сколько кипиша, блядь, сколько было видеороликов о том, что всё, пиздец, тоталитаризм, блядь, всё, нам всем пизда, за нами будут следить и так далее, по итогу, блядь, просто на сайтах сделали то, что теперь ты подтверждаешь вот эти вот файлы куки, то есть это сделали для нас, то есть до этого сайты могли без нашего предупреждения собирать вот эту вот информацию с нас, теперь это делают с нашим предупреждением, что, блядь, что, блядь, поменялось, что изменилось, миллиарды, даже, ну ладно, не миллиарды, там десятки, сотни блогеров записывали ролики о том, что пакет яровой это полная пизда, всё, блядь, всё, нам, нам всем пизда, но что по итогу изменилось-то, нихуя, мы все так же живём, у нас у всех так же есть интернет, что, я не знаю, возможно, я, блядь, проплачен кремлём, нахуй, но, пиздец, блядь, я просто не понимаю, если вы сами почитаете этот ебаный законопроект, то вы сможете понять, что, в принципе, ни о какой, блядь, ограниченности интернета не идёт речь, это просто, как бы, спасение тех сервисов, которые у нас есть на данный момент, и не более того, и не факт, что этот закон, даже если его примут, то он будет работать, это не факт, блядь, но, разумеется, лучше озвучивать популярную точку зрения, что, ой, нам всем пизда лучше адаптировать это под самп, ой, серверам сампа придётся переноситься на русское оборудование, если они хотят работать, блядь, да вы нахуй вспомните этот ебаный русскомнадзор, который на протяжении нескольких месяцев, сука, пытался забанить телеграммы, по итогу этого не сделал, какого хуя, что вообще происходит, я не понимаю, блядь, вы думаете, что если, блядь, они один, нахуй, мессенджер не смогли выпилить из гугл плея и аппстора, то они смогут, нахуй, заблокировать абсолютно все сайты в интернете, вы что, серьёзно, блядь, или что, как это будет работать, то есть, понимаете, на Украине заблокирован вконтакте, ты просто пользуешься VPN-ом и всё, либо сидишь через торб-браузер, всё, это весь обход, блядь, в чём тогда проблема, я просто не понимаю, то есть, блядь, даже если вот у нас заблокируют все эти сайты, то в таком случае вы сможете на вот этих самых сайтах высказывать своё мнение, не опасаясь ничего, то есть, потому что эти сайты незаконны, их, в принципе, не могут просматривать и так далее, то есть, блядь, возможно, это гипотеза, опять же, моя вот по поводу этих сайтов, она такая себе, но в целом, оно так и есть, просто пиздец, нет бы разобраться в данной ситуации, нет бы хотя бы почитать законопроект, но, сука, нет, мы будем нагнетать, блядь, Россия делает свой интернет, блядь, фаервол и так далее, охуеть, Россия, это же сверхдержава, это, блядь, как Китай, у нас же, блядь, столько всяких изобретений, столько всяких технологий, как в Китае, блядь, делают, что мы сможем сделать свой фаервол, охуительно, чуваки, блядь, охуенно, я не знаю, нахуй вы ходите в общеобразовательную школу, вернее, даже начальную школу, где вас учат читать, блядь, потому что, видимо, вы не умеете, блядь, читать, проще довериться какому-то еблану, чем самому в этом убедиться, в общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, живите спокойно, блядь, ваш интернет никто нахуй трогать не будет, да даже если, блядь, эти ебаные сайты во всем интернете, блядь, забанят, то, блядь, просто скачайте тормбраузер, будете пользоваться всеми этими сайтами, блядь, как обычно, в чем проблема заключается, я не понимаю, всем спасибо, всем пока.